Всем привет, девчоночки, всем моим подписчикам. Сразу хочу сказать огромное спасибо за то, что вы подписываетесь. Мне очень-очень приятно видеть, что с каждым днём количество моих подписчиков растёт. Спасибо вам огромное за это. Как вы уже поняли с названия, видео сегодняшнее будет посвящено моим фаворитам января. Я это видео решила разделить на два. Первая часть это будет моя декоративная косметика и вторая часть это будут мои уходовые средства. Итак, пожалуй, начнём. Начнём с лица. В этом месяце я использовала свою базу от Smashbox. Каждый раз я её наносила, независимо от того, была ли на мне тональная основа или нет. Я всегда наносила эту базу, потому что она предохраняет всё равно кожу от ветра, холода и всего остального. И не забивает поры. Следующее, что я использовала каждый день абсолютно. Это вот эта пудра от MAC. Я её уже показывала. Mineralize Skin Finish Natural. У меня в оттенке Medium. Использую я её каждый день. Как вы видите, она уже такая хорошо попользованная. Очень мне нравится этот продукт. Я, естественно, не наношу его на тональную основу. Только я утром, когда ухожу на работу, у меня нет времени на тональную основу. Поэтому я наношу просто вот эту пудру. И очень хорошо выравнивает цвет лица. Не создаёт эффекта маски. И даже даёт небольшое покрытие. Лёгкое покрытие, что мне очень нравится. В общем, я довольна очень этой пудрой. Далее. Это вот пудра, господи. Тональная основа, которую я использовала, когда использовала тональную основу. Это Dream Matte Mousse в номере 032 Golden. Очень мне нравится. Классная штука. Но, опять же, я бы её не советовала для сухой кожи. Потому что она подчёркивает все шелушения. Далее. Это была вот такая вот пудра от Bronze Powder от Isadora. В номере 93. Glimmer Tone. Не знаю, видно вот или нет. В общем, коробочка у меня уже разлетела. Здесь зеркало вообще. Ну и вот сама пудра. Очень она мне нравится. Я очень мягкая. Лёгкий очень оттенок такой даёт. И небольшой, такой лёгкий-лёгкий, совершенно почти незаметный шиммер. И я её использую для контурирования. То есть, вот здесь вот немножечко на лоб. Вот так вот под скулы. Иногда я её использую просто как основу под румяна. Чтобы сделать их более, не знаю, как-то интересного такого цвета. Я обычно наношу вот это как румяна. И наношу какие-то более светлые оттенки. То есть, получается очень такой интересный оттенок румян. Вот. В общем, вот такая вот пудра. Далее. Сразу же... Ладно. Это потом. Перейдём к глазам. Что я использовала для глаз? Конечно же, для фиксации бровей я использовала вот такой вот гель для фиксации бровей. От Гош. Очень мне он нравится. Очень классно фиксирует. Вот тут моя бровь. Вот так вот. Кисточка. Очень удобно. Он такой вот на вид такого молочного цвета. Какой-то мутный молочный. Но на брови переносится абсолютно нормально. Вот вы можете наблюдать сейчас на мне этот гель. В общем, и мои в скалобубренные бобри. В скалобубренные бобри. Мои брови, которые постоянно завиваются в разные стороны. Очень хорошо фиксируют на протяжении всего дня. Даже вот дотрагиваются до них. И нет эффекта вот какого-то склеенности, что ли. Очень мне нравится. Поэтому присмотритесь, девочки. Очень вам советую. И упаковочка такая у него красивая, лаконичная. Дальше, что я использовала, это вот такой вот Алид Прамерот Эльф. Я просто в восторге от него. Шикарная вещь. Мои жирные веки абсолютно не лоснятся. Тени с ними держатся просто потрясающе. На протяжении 12 часов. И не скатываются они, не забиваются в складочку. Цвет не исчезает. Я действительно поражена качеством настолько дешевого продукта. Вообще, на самом деле, всем советую. У меня есть Голден, но Голден хуже. Потому что он все-таки спустя какое-то время тени начинают скатываться. И проявляется жир. А вот этот праймер держит на все 100%. Я его действительно рекомендую. Что я наносила на этот праймер? Естественно. Моими фаворитами стали это две палетки от Isadora. Чаще всего я использовала вот эту. В номере 47 Heavy Metal. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот палеточка. Я использовала два матовых оттенка. Очень они мне нравятся. Очень красиво смотрятся. Сейчас я вам, думаю, свет получше. Покажу все оттенки тенев. Восхитительные. Я настолько рада, что я все-таки обратила на них внимание. Вот так вот выглядят. Я надеюсь, вам видно. Сейчас попробую сделать на руке. Хорошо очень с ними работать. Они очень поддаются хорошо растушевке. Немножко наберу еще цвета. Вот. Хорошо очень поддаются растушевке. Их можно нанести как тоненьким слоем, так и потом прекрасно дорисовать, достроить, скажем так, цвет. Надеюсь, вам видно хорошо при этом освещение теперь. Вот. Очень красивый тень. Очень мне нравится. Потрясающе. Следующее, которое я использовала, но немножечко реже. Кстати, на данный момент на мне именно макияж из этой палетки. Это палетка в номере 65 Haki Bronze. Просто на каждый день я предпочитаю использовать все-таки матовые цвета. Но иногда хочется чего-то, прошу прощения, чего-то шиммерного. Итак, вот такая вот, так вот выглядит палетка 65 Haki Bronze. Тоже очень красивые все цвета. Прекрасно с ними работать. Сейчас я вам покажу сводчи на руке. Не скатываются тени. На протяжении всего дня сохраняют свою интенсивность. Очень они мне нравятся. Посмотрите, насколько они пигментированы. Вот. И начнем. Мне очень нравится больше всего вот этот персиковый. Второй я вам его покажу. Очень красиво смотрится. Зеленый тоже красивый. Вот персиковый. Вот он мне очень-очень нравится. Так это смотрится на бровях. На глазах. Поэтому присмотритесь. Очень-очень-очень я довольна. И жду, когда появится, обновится склад в нашем магазине, который рядышком со мной. Потому что времени у меня нет ходить куда-то далеко. Хочу еще купить несколько палеток. Зеленый очень-очень красивый. Такой зеленый. Болотно какого-то зеленого цвета. С очень красивым золотым шиммером. Так это все смотрится. Вот. Это то, что я пользовалась. Тенями, которыми я пользовалась. Дальше. Я в этом месяце отдала предпочтение туши от Max Factor. Вот так вот она выглядит. Это тушь High Definition Mascara Masterpiece. С силиконовой кисточкой. Вот так вот она выглядит. Эта кисточка. Очень она мне нравится. Эта тушь. Я даже перестала использовать щипчики для подкручивания ресниц. Потому что в этом отпала вся необходимость. Вот. Вы можете наблюдать, насколько она хорошо удлиняет ресницы. Она их разделяет. И мне нравится, что очень легко этой тушью сделать уголки глаз более такими вот подкрученными, да, скажем так. Поэтому тоже присмотритесь. Классная вещь. Несмотря на силиконовую кисточку. Дальше. Губы. Что я использовала в этой месяце для губ? Это, естественно, был мой, опять же, любимый бальзам для губ, который уже фигурировал во многих моих видео. Кармакс я куда-то потеряла. Но, честно говоря, абсолютно об этом не жалею. Потому что для меня это средство оказалось абсолютно пустым. Он не заживлял мне губы совершенно. Вот. Поэтому все-таки я опять вернулась к своей любинке. Вот такой вот. Дальше я использовала вот помаду от Гош. В цвете 145. Которую я, по-моему, уже где-то показывала. Она сейчас на мне. Это называется Shocking Coral. Я считаю, что, ну, для меня это такой ежедневный какой-то вот носибельный красный оттенок. Но, ой, влезло уже. Но он не красный, конечно, но вот такой коралловый красный потом. В общем, она у меня сейчас на губах. И я считаю, что все-таки ее можно носить на каждый день. Она не смотрится вызывающе. И что я все-таки использую? Не потому, что мне это очень нравится. Я, честно говоря, недовольна этой помадой, как все, как многие, скажем так. Но я ее использую для того, чтобы ее просто допользовать уже. Это помада от Maybelline номер 715. А вот у меня ее осталось. Я ее пытаюсь. Ну, а, конечно, вот здесь, видите, что делает тюбик с ней. Уродует помаду. В общем, пытаюсь ее уже домазать. Она мне сушит губы. Поэтому я ее не очень люблю. Но все равно, когда я без макияжа, например, наношу просто вот эту пудру, то в комплекте с этим как-то образ более-менее преображается. Вот, поэтому это то, чем я пользовалась в этом месяце. И теперь непосредственно, что я использовала для нанесения макияжа. Основу я наносила, конечно же, такой вот пудрой, ой, пудрой, кистью от Elf Powder Brush. Плоской. Очень она мне нравится. Очень с ней здорово работать. И она очень прекрасно наносит и основу, и пудру. И восхитительная вещь. Румяна я наносила только вот этой кистью от Body Shop. Очень классная кисть. Не лезет она абсолютно. Я ее уже и мыла несколько раз. И очень ей удобно наносить румяна. То есть она очень хорошо подходит под размер яблока и размер скулы. И, в общем, с этой кистью тяжело испортить румяна. Нанесение румяна. Дальше пудру вот эту вот Skin Finish я наносила вот такой вот кистью. Я ее уже где-то показывала. Вот тоже классная кисть. Очень мне нравится. Не лезет абсолютно. При том, что она была безумно дешевая. Купленная в интернете. Очень мне нравится. Зампул 3 доллара стоила. Очень мне нравится, что она вот в кляре. Я ее всегда ношу с собой. Если мне нужно что-то подправить, то подправила и закрыла. Вот, кстати, используя вот эту пудру, я ее утром как наношу, так на протяжении всего дня она и оставляет вот этот хороший такой красивый эффект. Глаза. Основной цвет под бровь и немножко вот это вот V на внешнем уголке я делала вот такой вот кистью от Elf. Обычная кисть, долларовая серия, скошенная. Ну, что хочу сказать о качестве кисти. То, что она ужасно подстрижена, это факт. Но мне она все равно очень нравится. Она очень хорошо наносит тени. И вот этот вот V уголок ей прекрасно наносить, рисовать. А затем уже, конечно же, растушевывать. И растушевывала я все это время кисточкой от Costal Sense в номере 250. Такая вот растушевочная кисть. Очень она мне нравится. Ей здорово работать. Нанесение макияжа сократилось буквально в два раза. Удобно растушевывать. Ей, в принципе, можно как и цвет наносить, так и растушевывать. В общем, одна кисть может заменить все кисти. Пожалуй, это были все мои декоративные средства, которые я использовала в этом месяце. Их было немного. Почему я показала кисть для румяна, не показала румяна? Потому что я уже сказала, что я наносила вот эту вот пудру в качестве румян. Я сейчас пользуюсь автозагаром. Я в следующем видео покажу, каким. И вот оно очень хорошо сочетается. И румяна, которую я делаю благодаря этой пудре, очень красиво и гармонично смотрится на лице. Вот, пожалуй, это было все из моей декоративной косметики. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, это было не скучно. Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Подписывайтесь, комментируйте, голосуйте. И оставайтесь любимыми и красивыми. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok